Всем привет, друзья! С вами Закупач, и это мой влоговый канал VlogZ. Сегодня у нас обзор на технику. Купился микрофон Sony ECM-B1M. Название у Sony, как всегда, супер-пупер. Так, здесь у нас на коробке комплектация. Здесь кузюм-мазючки всякие, можно отсканировать QR-коды. Здесь настройки по... Ну, короче, по настройкам микрофона, основные характеристики. Ну и всё. Купил этот... Вообще, этот микрофон стоил 30 тысяч. За 30 тысяч я пока ещё его не брал бы. Но это Sony, у них всегда всё так дорого. Я купил его на Озоне. Кодовое слово на Озон, вы сейчас видите на экране. Это моё кодовое слово, потому что я менеджер Озон. Итак, с кодовыми словами по премиум-подписке мне микрофон вышел 25 тысяч. И минус бонусные баллы 5 тысяч я списал, мне вышел он 20 тысяч. За 20 тысяч рублей, согласитесь, вроде как такой микрофон профессиональный. Вроде как и неплохая покупка. Поэтому, если покупать, то на Озоне покупайте. Ко мне он приехал из Воронежа. Воронеж вообще славится... То, что там техника дешевле. Вот я сам родом с Курска. И у нас вся техника всегда ездила с Воронежа. А сейчас живу в Москве, сейчас вся техника в Москве. Муклатуры. Миллион всего по настройкам, как съёмная площадка тут защитная. Но я эту муклатуру обычно не читаю, потому что я в интернет уже зашёл, на официальный сайт Sony, скачал себе инструкцию на русском языке. И всё на русском языке, всё прочитал. Там эта вся инфа есть. Чё у нас тут по инфе? Здесь у нас вот эта защитная площадка, как снять. Потом по основным настройкам, как эту дохлую кошку посадить на микрофон. И что там, как зафиксировать, да, микрофон. Работать микрофон без проводов будет только на камерах Sony. Также здесь есть суперинтерфейс мульти, какой-то там, как он называется, мультиинтерфейс шо, это цифровой выход. Он будет работать только на трёх камерах. То есть на моей камере он работать не будет. Ну как, он будет работать только через аналоговый сигнал. Через цифру он будет работать только на Sony Alpha 7 S3, вот которая самая новая, последняя вышла. И на Sony Alpha 9, ну какой-то там, короче, девятая серия и седьмая серия, последняя камера, на двух он работает. И на Sony C, A-C, Alpha C, или как он называется, 7C. В общем, на Sony 7C он тоже будет работать в полную мощность, через, ну, без каких-то там помех. Но я планирую в будущем купить себе именно 7C, полнокадровую маленькую камеру. Вот, решился микрофон взять. Сейчас попользуюсь через аналоговый переключатель. Потом перейду уже на цифру, когда куплю себе камеру. Надеюсь, она подешевеет. Тысяч за 150 бы я покупил бы с китовым объективом. За 190, как сейчас их продают, мне не будут покупать. Подожду пока. Хотя, вот моя камера, на которой я сейчас снимаю, эту AX700, я ее покупал за 110 тысяч. Она сейчас стоит 140 тысяч. Ну, 130, вот так, 120. То есть, она не подешевела за 2 или 3 года, сколько я ей пользуюсь. Итак, мохнаточка. Вот такая малюсенькая. О! Изнутри она такая, знаете, как при... Вот, то есть, вы ее надеваете вот так, надеваете и защелкиваете. О! Смотрите, если зимой будете ходить, чтобы, если у вас какой-нибудь артроз, и у вас именно палец мерзнет, можно на палец его надеть. Или щекотать женщину свою. Вот, тоже можно. Не-не, это нельзя делать. Так, сумочка идет в комплекте. Сумочка написана Sony. Все, мы теперь суперпрофессионалы. И вот микрофончик Sony. Все, больше тут ничего нету? Да, больше там ничего нету. И тут два отделения, как бы, внутри. То есть, в одно, наверное, вы что-то засовываете, и в второе, то есть, он, как бы, знаете, вот так разделен. Кармашек. Это вам, наверное, не видно будет. Ну, вот, вот здесь видно, как перчатки. Он разделен на две части. Ладно. И микрофон очень малюсенький. Вот, что мне понравилось, что он маленький, и обещают суперкачество звука. Но, опять же, суперкачество звука будет только в том случае, если вы берете три камеры вот эти. Там даже на камере Sony написано, что если у вас вот эти три камеры, вы снимаете в Digital. Вот, видите, переключатель Digital. Если у вас там 7, Alpha, 9 и 7C, тогда можете снимать в Digital, у вас там будет суперзвук. Если у вас обычная камера Sony с мультифейсным разъемом, тогда снимаете в аналог. Вот. Это у нас, как это называется? В общем, я не знаю вот эти термины заумные. Круг. Это значит, микрофон ловит все, что говорит оператор и вы. То есть, он по кругу записывает все звуки. Посередине. Это малая направленность вперед. То есть, он оператора отсекает. Вас увеличивает звук. И супернаправленно. Это если вот вы далеко, например, в полный рост хотите снимать видео. Например, вы стоите там в 4-5 метрах, там 6-7-8 от камеры. Тогда надо снимать вот в этом. Поляризация какая-то. Так, я сейчас попробую круг. Именно со стола. Потом фильтры. Типа, Noiser, вот этот фильтр, типа, все шумы убивает. LC, я забыл, тоже какие-то шумы там убивает. В общем, OFF, выключить фильтр. Давайте выключенный фильтр попробую, потом включенный, мы все попробуем. И усиление в децибелах. Типа, 0 децибел усиления, 10, 20. Это надо будет тестировать. По идее, Sony всегда хорошо звук ловит. Я по умолчанию сейчас поставлю вот такие настройки. А это усиление, что за усиление? А, это усиление. Это усиление, типа, если вы выставите вручную настройку, вот можно усилять в 5, в 10 раз. Могу ошибаться, могу сейчас наговорить глупостей. Но я поставлю автоматически. Мне нравится, как Sony автоматически это все делает. Здесь у нас что такое? Можно подковырнуть. И здесь мы видим microUSB. Почему microUSB, а не Type-C, если это сделано для современных камер, непонятно. И зачем это вообще? Он же, по-моему, может брать питание с камерой, да, насколько мне известно. Надо будет разбираться, зачем нужно этот USB. Странно. Странно. И все, больше здесь вроде как ничего нету, да? Никаких настроек, ничего. То есть по камере другой его проводком не подключить. Или, возможно, через microUSB он будет работать. Но я думаю, вряд ли. Здесь вот типа 8 капсул микрофонов, которые идут на один процессор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И... А, тут подвес есть. Смотрите, он такой, знаете, пружинистый. Чтобы если ты камеру бьешь, он вот так пружинит. Давайте, как снимать эту штуку защитную? Чик. Вот я ее снял. Вот наш супер мультиинтерфейс. А, и вот так он поджимается. Слушайте, какой ход маленький. Смотрите, вот так хопа, и он уже зажался. То есть, чтобы одеть на камеру вот так, потом хопа, и он зажался. Так, ну все. Давайте я сейчас вставлю его в камеру и попробуем, будет ли разница. Написано, я бы поставил его сразу. Но написано в настройках, нужно камеру выключить, потом поставить микрофон. Возможно, чтобы типа электричества какой-то там, прыжок не было. Итак, вот я вставил микрофон. То есть, сейчас должен звук идти через микрофон. Будьте внимательны, его нужно именно до конца довести. Он как бы вставляется, но не до конца. Потом его толкаешь, и он идет до конца. Интересно, что будет, если я сейчас буду крутить настройки. Давайте я поставлю, попробую в этот самый. Вот, кстати, я трогаю его пальцами. Вот, пальцами побиловаю. Давайте попробую направленность. Вот я стою за камерой, включаю среднюю направленность. А, максимальную направленность поставил. Но, по-моему, что-то ничего не изменилось. По-моему, он так же все показывает. Максимальная направленность. Так. Вот средняя направленность. Опять же, он автоматически на этом все компенсирует. Эту дальность, он думает, что оператор говорит. Ладно. Поставил круговую направленность вокруг, чтобы он все ловил. Возможно, нужно включить фильтр. Давайте попробуем фильтр включить. Включил фильтр на NC. Как сейчас меня слышно. Вообще, я не знаю, изменяется ли там что-нибудь. Надо будет просто потом слушать. Я сейчас не понимаю, есть разница или нет. Так. Поставил сейчас фильтр на LC. Фильтр LC. Раз, раз, раз. Как меня слышно. Как лучше. Так. И сейчас выключил вообще. Все выключил. Давайте поставлю усиление на 10 децибел. Раз, раз, раз. Как меня слышно. Раз, раз. О, что-то есть разница. Смотрите, он начинает гасить автоматически. Так. Подождите. Вот 10. Вот 10 децибел увеличения от ТТ. А сейчас будет 20. А сейчас 20. Поставил. Я вижу, что камера борется с перегрузом. Я вижу по громкости. То есть, как бы автоматический уровень, левел. И так все нормально. Там компенсировал. Лучше в нуле снимать. Вот в нуле, когда снимаю, вот сейчас прям максимально ходят дорожки звука. То есть, вот так нормально. И вот сейчас вам подсниму на вторую камеру. Настройки. О, вот так. Вот так сейчас идут настройки. Аналог, круговая, диджитал. Но я это все пощелкал уже. Давайте теперь непосредственно это, как репортера тесты. Начинаем эксперименты на дальность. Вот так выглядит камера с микрофоном. Ну, так она, знаете, аккуратненькая. Здесь у меня метров, наверное, 4. До угла, до дальнего. Сейчас я туда буду вставать. В самую даль. Я думаю, нет смысла вставать посередине. Думаю, есть смысл вставать только в самую даль. Так, по настройкам. По настройкам, которые сейчас будут стоять в камере. И вот такие настройки сейчас будут стоять в камере. То есть, все отключено. Круговой обзор у нее. Скорее всего, она сейчас будет слышать, как гудит компьютер. Потому что сейчас у меня гудит компьютер. Ну, и неплохо смотрится, слушайте. Мне нравится, как смотрится. Единственное, если камера упадет его со штативом, он, наверное, обломится 100%. Это будет ханцер-ванцер ему. Я стою... О, в полный рост меня видно. Достаточно далеко. Не знаю, как сейчас будет качество звука. Вы стоите возле компьютера, который гудит. Скорее всего, возможно, его слышно. Или, возможно, не слышно. Не знаю. Вот. Раз, два, три. Вышел заяц на колецо почесать свою камеру Sony. Сейчас поставил среднюю направленность. Так что вы сейчас должны меня лучше слышать. Ну, как бы направление. Должны компьютера меньше слышать. Его гудение. Жалко, что на улице машины не ездят. Если бы ездили в машине, я сейчас бы открыл бы окно. И там бы был тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Кстати, сейчас откроем окно. О, сейчас я открою окно. Вот я к вам подхожу. Интересно, что будет, если побить штатив? Как она отрабатывает эту тряску? Типа, кто-нибудь вам сбил штатив на митингах? Тын. Тын. Вот я бью по штативу. Интересно, как он сейчас отрабатывает эту всю тряску. Он болтается, конечно, красивенько. Сейчас я вам подсниму, вставлю эти кадры. Смотрите. Вот, смотрите, штатив бью ногой. Вот, видите? Вроде как тряску отрабатывает. Все нормалек. Так, открываю окно. О, открыл еще окно. Еще должны быть эти шумы с улицы. Но это не факт, что они будут. А сейчас я включил максимальную направленность. То есть, вообще, вы не должны ни компьютер слышать, ни кошку сзади вас, ни за окном ничего. Должны только меня слышать, и я стою, получается, в скольких метрах-то я стою. Давайте считать. Вот, давайте считать. Еще буду подходить, как раз вам будет видна разница звука. Раз, два, три, четыре. Ну, где-то четыре, четыре с половиной метра, где-то так. Вот, если я стою в упор на максимальном усилении. Или, буду говорить, вышел зайчик, попрыгайчик, убежал, ля-ля-ля, ля-ля-ля. По-любому, если бы сейчас была камера без микрофона, было бы у меня плохо слышно. Кстати, я сниму микрофон, и мы протестируем без микрофона, какая будет разница. О, всем привет! А сейчас я включил фильтр Noiser, вот этот NC. Фильтр NC первый. Интересно, если я буду шептать, вы меня будете слышать. Давайте делать удаленный ASMR. Это, знаете, как в армии слуху проверяют. Один, один, два, три. А если я буду вообще шептать, вот сейчас я говорю, еле, еле, вообще, еле слышно. Интересно, слышали вы меня? Я сейчас шептал. Потому что вообще, как бы, в квартире снимать дело неблагодарное микрофона. Эти микрофоны созданы для улицы. В квартире по-любому надо снимать на петличку. Эхо будет в любом случае на такой микрофон. Хотя, вон, славно дружно снимает свои обзоры с этими такими пушками, и нормально ему. Так что даже не знаю. Так, а вот я подошел поближе. Вот я такой, хопа, резко приблизился к вам. Как меня слышно? Раз-раз. Раз-раз-раз. А сейчас я включил LC-фильтр. LC-фильтр, который средний, интересно, будет ли разница. Раз-два-три. Раз-два-три. Не вешать нос, барэ-па, герде-марины, тя-ря-тя. Не знаю, слышно меня? Эй, на том берегу. Опять же, давайте пошепчим. Раз-два-три. Выходи. Ля-ля-ля-ля-ля. Как меня было слышно? Хорошо ли меня было слышно? Так. Единственное, получается, что я не трогал сегодня, это усиление. У меня усиление стоит в автомате, и плюсы я не накидывал. То есть, если, по идее, было бы тиховато для вас сейчас, можно было накинуть и усиление. Но я думаю, в этом нет смысла. О, можем сейчас кошку, кстати, поснимать. Мати-кошка себя вылизывает. Вот, по идее, я сейчас поставил максимальное удаление. Ну, как бы, то есть, вдаль. Должно быть слышно вдаль. Мне интересно, вы слышите, как кошка себя облизывает? Настройки следующие. Фильтры я все отключил. Максимальное удаление. И 0 дБ усиление. Можно, конечно, переключиться. Давайте переключу сейчас на максимальное количество дБ, чтобы было слышно лучше всего. Ну, тут я, оказывается, затупил. Переключатель АТТ наоборот. Надо ставить 20 дБ. Если громкие звуки, то есть, если вы стреляете, снимаете, надо ставить 20 дБ. АТТ-0, если тихие. То есть, кошку я должен был снимать с АТТ-0. А сейчас, друзья, я снял микрофон. Снял вообще микрофон. Микрофона сейчас нет на камере. Он у меня в руках. Вот сейчас его возьму. Интересно, как изменился звук. Вот микрофон. И вы, если кто-то переживает, что вы не увидите на экране то, что ваш микрофон подключен или нет, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Когда у вас на камере стоит микрофон, там, где полоски звука в камере, написано MI. То есть, MI. И здесь написано MI, типа микрофон. Ну, это интерфейс, этот MI, MI, мульти, типа. И когда у вас камера без микрофона, там написано INT. То есть, ну, как бы там разные записи. Вы в любом случае будете видеть, когда у вас включен, идет звук через микрофон или когда у вас звук идет через камеру. А также в настройках камеры у меня вообще стоит в автомате. И вот камера Sony, она никогда не сбивается. То есть, если я вставляю петличку, звук идет через петличку. Если я вставляю такой микрофон, автоматом звук идет через микрофон. Сбоев в камере Sony с выбором интерфейса аудио никогда не было. Ну, как меня слышно? Давайте я теперь пошепчу. Вот я шепчу, как в прошлый раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Ну вот. Пошептал. Вот так без микрофона. И с микрофоном разница, я думаю, будет сейчас заметна. Ребят, только сейчас подумал, не мог про это не сказать. Очень плотно она снимается. Микрофон снимается с камеры и снимается с защитной крышки. То есть, прям все болтается. То есть, надо прям пальцами придерживать само крепление. Можно ее сломать, если неаккуратно. Или пьяными, если работаете, можно дернуть и выломать это крепление. Потому что там шарнир вот этот антивибрационный. Вот она прям очень плотно встает. Но крышку-то это без проблем надеть. То есть, ты ее с двух сторон берешь и сжимаешь. А вот чтобы ее снять, это уже надо постараться. И так же с камеры снимать ее еще тяжелее. Потому что там углубление. Так что все это делается очень-очень даже тяжеловасто. Надеюсь, не сломается. Но как-то хлипковато это выглядит. Вообще, на дорогую вещь не особо похоже в руках, если честно. Зато сумка реально удобная. Смотрите. Хопа. И тут у нас микрофон уже в кошке. То есть, очень удобно. Потом хопа, убрал его туда. И застегнул. И вот так он, ничего с ним не будет мягенькое. Защита хорошая. Итак, раз-два раз. Это сейчас камера. Камера без микрофона. Микрофон у меня в руках. Это мое любимое место. Это кухня. Здесь слышна дорога, скорее всего. И эхо большое. Давайте теперь я поставлю камеру. На камере я выбрал вот такие настройки. Не знаю, будет вам видно сейчас или нет. Смотрите. Не, ничего не видно. А, вот так чуть видно. В общем, я поставил среднюю направленность. Аналог. Фильтры все выключены. 0 децибел. Алты. Вот. Все. Устанавил микрофон. Вот. За мной ездят машины. Как меня будет слышно. Единственное, что мне сейчас интересно попробовать, это переключить фильтр. Видите? Слышите? Там за окном ездят машины. Вот это все. Давайте сейчас фильтр включу сразу же. Интересно, как это будет слышно на посте. Включаю. Еще мне не нравятся ползунки на нем. Ползунки, если вы хотите... Вот эти ползунки неудобные, которым идет переключение. Если вы хотите остановиться на среднем значении, то он их перещелкивает. То есть, очень нежные ползунки. То есть, надо медленно-медленно вниз, чтобы сделать среднее положение ползунка на микрофоне. А так вот... Раз, два, три, четыре, пять. Привет, привет. Меня зовут Денис. Как вас зовут? Ставь лайк, подписывайся на канал. Так. Ну, надеюсь, меня слышно? Интересно, кот там будет слышно, как он мурлыкает? Вот кот сейчас мурлыкает. Какие потусторонние звуки вообще в квартире? Это улица, холодильник рядом с вами может гудеть. Да, по-моему, сейчас гудит холодильник. Но это фильтр включен. Фильтр же должен фиртовать мой голос. Давайте я вытяжку еще включу. Вот, включу вытяжку. Интересно, будет ли он отсекать мой голос от вытяжки. Раз, два, три. Выходи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. В саду, либо в городе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, последний герой. Смотрю сейчас рекламу на ТВ-3 нового последнего героя. Реклама последнего героя. Так можно еще свет включить, чтобы меня было получше видно. Вот. Ну что, не знаю, как вам. Вытяжка вот эта все была слышно. По идее, это был включенный фильтр. То есть полевые условия, средняя дальность. Вот если работаешь с корреспондентом, ты же работаешь по поясу где-то на средней дальности. Вот сейчас у меня камера настроена на среднюю дальность. Если, к примеру, микрофона у вас нет. У меня есть радиосистема с микрофоном. Это все есть у меня. Он просто хотел себе вот парк техники расширить. Поэтому взял и такой микрофон. Обычно, разумеется, если я поеду на выездные какие-нибудь мероприятия, я такой микрофон собрать не буду. Я возьму микрофон с передатчиком радио. Так будет удобнее. Ну, на этом все. Как вам микрофон? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Денис Закупач. Обзоры на технику иногда выходят на моем влоговом канале, на котором вы сейчас находитесь. У меня есть детский канал, где я снимаю игрушки, называется Закупач. Есть VlogZ, где я снимаю влоги и обзоры на технику. И есть Stream Challenge, где я стримлю и играю в игры, но сейчас не до игр. Вот. Всем пока-пока. А также, друзья, сейчас будет у нас по скрипту. Такой быстренький про службу поддержки Sony. Я ненавижу службу поддержки Sony. Наверное, я не знаю, как в остальных брендах это все строится. Если у кого-то есть там техника Canon, и кто обращался там Panasonic в службу поддержки, напишите, пожалуйста, как в службе поддержки у них работает. В Sony я пока столкнулся только с тем, что отвратительно. Камера у меня... 18 августа у меня на штативе упала камера с откинутым экраном. И откинутый экранчик выломал, и он стал болтаться. И... То есть он... Ну, камера тут же как... Ты закрываешь экранчик, и камера выключается. А она была постоянно чуть-чуть отвернутая. Алло. Добрый день. Денис? Да. И он у меня болтался, и я сдал его в ремонт, и то отремонтировали плохо. Видите, он чуть-чуть... Теперь немножко больше. То есть он должен вот так быть, вот так ровно, а теперь он чуть-чуть вот так. А должен быть вот так. Ну, это не суть важно. Главное, что экран поставили. Даже, кстати, тач стал лучше. Здесь вообще тачскрин отвратительный, а сейчас он стал лучше после ремонта. То есть ты, ну, как бы, вводишь пальцем, и можно фокус, типа, расставлять, более чувствительный экранчик стал. То есть тачскрин стал лучше, а камера все равно стала... Ну, уже новая она не станет после падения. Вот. И мне меняли этот экранчик. То есть там меняли крепление, саму ось вот эта там на магнитной подушке какая-то. Знаете, она такая, она как с доводчиком. Вот меняли сам вот этот колено, и меняли рамку вокруг дисплея, потому что она тоже была погнута. Сам экранчик был на месте. Ремонт вышел мне, по-моему, 12 тысяч рублей. Вот, за все. То есть там диагностика. Диагностика, если ты платишь за ремонт, бесплатно. Если ты же платишь за диагностику и ремонт не делаешь, тогда ты за диагностику платишь. У меня камера уже без гарантии. То есть я носил камеру в официальный дилерский центр, ну, по ремонту. Но у меня без гарантии был ремонт. То есть за мои деньги. Потому что год уже прошел. Или сколько-то там. Да уже камера у меня больше трех лет, так что там уже никакой гарантии нет. Вот. И мне ее ремонтировали два месяца. Ровно два месяца. Причем трубки не брали Прошел месяц, я звоню, трубку не берут Потом прошел, там еще там неделя прошла Звоню, они говорят, типа Да, 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 мы вам перезвоним Типа, я уточню сейчас менеджеры на обеде Все по ремонту Я не могу, ну, вот это служба поддержки Я говорю, хорошо, перезвоните, никто не перезванивает И так они меня просто Просто не брали трубки и просто Говорят, мы вам перезвоним, и никто не перезвонил То есть никого нету, ничего не понятно Сервисный центр на Метро авиамоторная, ИРП, по-моему, так называется На метро авиамоторная Так что ремонт в Sony просто отвратительный Это просто такая хренатень Как бы я не считаю, что За такую камеру вышел дорогой ремонт По деньгам все нормально вышло Но то, что очень долго, представляете Если бы это была моя рабочая камера И, к примеру, я на работе уронил камеру, она у меня сломалась И мне мой работодатель говорит, типа Ремонтируй ее как хочешь, чтобы там Через неделю она была на месте И что я буду делать? Все, типа, будут меня на работе За эту камеру Сегодня, опять же, сервисный центр Sony В микрофончике, как вы помните, есть Микро-USB вход Я так и не понял, зачем он нужен Я, разумеется, как любой человек Любопытный Микро-USB вот это Подключил к компьютеру Подключил и у меня комп обновил Ну, какие-то драйвера обнаружил Но он их не может поставить Он просит, типа, обновить драйвера И не может подключить этот микрофон То есть, теоретически, этот микрофон Можно подключить к компьютеру Windows его видит Но драйвера надо поставить Я начинаю искать драйвера На сайте Sony их нету Ну, что делает человек, как я? Я пишу в службу поддержки Sony Говорю, типа Зачем микро-USB? Я подключил его к компьютеру Он просит драйвера Дайте мне драйвера И зачем они нужны? Они, минуточку ожидания Минуточку ожидания Прошло 15 минут Ну, в чате в этом, в поддержке Она пишет Производитель не пишет в инструкции Типа, зачем нужен микро-USB? Ну, типа, драйвера Типа, по инструкции драйверов никаких нету То есть, к компьютеру нет такой функции Подключить этот микрофон Я говорю, ладно, хорошо А зачем там микро-USB? Ответьте мне, пожалуйста Зачем так микро-USB? Они такие Мне нужна минуточка И 15 минут опять прошло А мне надо спешить было по делам Я свернул чат И ушел по делам Ну, типа Сейчас прихожу Чат закрыт Они его закрыли Спасибо за внимание Все, они его закрыли То есть, в одностороннюю связь Я не закрывал чат Я выключил экран Ушел Кошки у меня, надеюсь, тоже в бакулатуре не прыгали То есть, просто они закрыли чат Я так и не увидел, что она мне ответила На почту у меня оповещений Еще никаких не пришло По идее, возможно, на почту придет Потом обычно во всех сервисных службах Знаете, вы общаетесь с специалистом Потом скрин почты Весь приходит на почту Так что, возможно, это будет на почту Я посмотрю Ну, в общем, вы меня поняли Пока только отвратить Вот про службу поддержки Это просто жесть А, и по поводу сервисного центра Сервисный центр же так мне и не отвечал В течение месяца Пока я не позвонил в службу поддержки Именно на горячую линию в Sony И говорю Вот у меня камера в вашем сервисном центре Они мне не отдают Ничего с ней не делают То есть, они Вот месяц она лежала Камера мертвым грузом Никто ее запчасти не заказал Никто ничего не Они должны были мне через неделю Позвонить и сказать Сколько будет цена ремонта Там диагностика что-то 2000 А полную стоимость ремонта Они дают после диагностики Никто мне ничего не позвонил То есть, в течение месяца Никто не сказал мне Сколько это будет стоить То есть у меня камера месяц лежала мертвым грузом Никто мне не говорил сколько я должен денег заплатить за ремонт Ну это просто позорище Для Sony я считаю это просто позорище Служба поддержки отвратительная Техника хорошая Как техника мне все нравится Микрофон еще не слушал Так что вы пишите в комментариях как он микрофон Вы будете слышать Это видео полностью будет без Я обычно аудиодорожки там подстраиваю Типа там низкие частоты Высокие и низкие Это все я настраиваю ползуночками Чтобы голос был более такой хороший Все это видео снято без регулировок Без настроек Без цветокоррекции Без всего То есть снято это видео на Canon G7X Вот я сейчас снимаю на Canon Хочу кстати заменить ее на Sony Вот как раз таки вот эту 7C Или же думаю вот эту RF купить FR Которая Sony тоже для блогеров Думаю или ее или полный кадр Ну конечно хочется полный кадр И это видео снято на Sony 4K AX700 Вот видеокамеры Мне видеокамера вообще нужнее Потому что на видеокамеру я обычно поливаю Там всякие спортивные мероприятия Детские праздники Камера мне предпочтительная Гарик Таран привет Он мне кстати посоветовал И микрофон получается Гарик Таран мне посоветовал Вот этот Так что надеюсь он не окажется Говнище Вот Все Теперь точно все Детские праздники Детские праздники